Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях президент благотворительного фонда Ордена Святого Александра Невского за труды и Отечество, вице-президент Российской Академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, президент Российского Союза неправительственных организаций Отечества, доктор экономических наук, профессор, писатель Александр Михайлович Воловик. Здравствуйте, Александр Михайлович! Добрый день! Ну, как видите, мы так вот до начала программы даже назвали сегодняшнюю нашу встречу так у книжного киоска, можно так сказать. Почему? Потому что сегодня мы поговорим о литературной, что ли, составляющей нашего гостя, потому что издается журнал, издаются книги, есть произведения, которые вы издали вашего отца, брата, поэтому фактически библиотека, да, приехала к нам сюда. И самый, наверное, такой важный момент, с чего я хотел бы начать. Вот обратите внимание, фантастический у нас, даже не знаю, как такой мини-памятник, который у нас в студии здесь уместился, это Александр Невский. И вот, как выяснилось, я в руках держу, наверное, такой раритет и очень важный такой экземпляр книги из 50-х годов, который мне сейчас любезно передал Александр Михайлович. Я прочту, что в ней написано, в ней есть дарственная надпись, такое на книгах разрешается делать, с печатью РСФСР. Ученику первого класса, Воловику Александру за отличную учебу и примерное поведение в 1953-54 учебном году. Подпись учителя и подпись директора. И книга называется «Юность полководца». Вот откуда начинался Александр Невский, вот откуда, наверное, начиналась и ваша и литературная, и, я бы так сказал, патриотическая деятельность. Это так? Да. Так совпало? Да. Ну, рассказывайте. А совпадений не бывает. Это, понимаете, жизнь. Кстати, вы не обратили внимания, на печати написано «Первая мужская школа». То есть еще тогда были отдельно мужские женские? Отдельно были мужские, женские. Вот так что… Вот Невский как-то закольцевался в хорошем смысле этого слова, тем более, что в этом году отмечается много всевозможных мероприятий, связанных с именем Невского. Я вот буквально недавно проезжал церковь, где он был крещен в Переславле-Залесском. Там тоже как бы памятник его стоит. Вот я хотел бы узнать, что вот это за фигура такая? Расскажите о ней, пожалуйста. Вы знаете, это литературная премия «Верные сыны Отечества» имени Александра Невского, которая дается раз в году и раз в жизни одному человеку. И я очень горд этой премией Союза писателей России, потому что это высшая премия за те литературные труды, которые есть. И в частности, вот эта вот книга, это «Сказание о государстве российском». Давайте мы ее покажем. Вот она называется «Сказание о государстве российском». И, кстати, понятно, что это ваш исторический взгляд на все произошедшее с Россией. И хорошее, и плохое. И не очень. И очень хорошее, и не очень хорошее. Но у меня вот сразу возникает вопрос. Почему именно сказание? Вы знаете, каждый автор, перечитывая исторические книги, летописи, понимает определенные недоговоренности, тонкости. И когда вчитываешься в старинные манускрипты, читаешь книги, в общем-то, великих ученых, писателей давно минувших лет, ты понимаешь, как менялось мировоззрение людей. И написать «История России» – это будет неправильно. Потому что очень много исторических книг. А свое понимание жизни России основано не только на летописях, не только на книгах, а еще и на сказаниях людей. То есть, вот, это большая работа. Я эту книгу писал 18 лет. 18 лет. 18 лет. То есть, вы менялись за это время, да? Очень много черновых. У меня, понимаете, это вообще у меня литературный багаж. Это меня, жена, понимаете. Вот. Это кипы. И потом их очень трудно разобрать. Я сам забываю. Я теперь пишу на каждом, значит, этом ящике, какая дата, о чем это, какие черновые записи или так далее. Ну, хватает проблем. Я думаю, что, в общем-то, писатель, ведь, если он понимает нужды людей, простых людей, потому что элита, она как бы всегда немножко обособлена. Другое дело, что я всегда говорю, вот я был рабочим. Я с 15 лет рабочий. У меня всего лишь 60 лет трудового стажа. А с учетом того, что проработал 20 лет на севере, 70 лет. Я проработал от рабочего, я строитель, до заместителя министра, министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. И никакой руки не было, и ничего. То есть, все, как говорится, лесенка вся полностью. Но чем важен строитель? Господь Бог создал землю, а все остальное на земле создал строитель. И это самая лучшая профессия. Вы знаете, вот я подхожу к зданию, неважно, жилое или производственное, я как бы вот руку прикладываю, я вспоминаю тех людей, с кем я строил, сколько там было проблем, как мы их решали. И это создает ощущение счастья, то есть от земли. Поэтому, наверное, человек, который понимает нужды других и сам шел от рабочего. И я был студентом, понимаете. То есть, мы прошли все стадии. Ваша персональная история, скажем так, это уже не сказание. Конечно, но я говорю, каждый, пройдя определенные жизненные трудности, сложности, он понимает, насколько дорого ему отечество. Ведь мне дали образование, да, дали. Бесплатное образование в Советском Союзе и школы. Ну, понимаете, ну, любовь должна быть к Родине. И когда ты ее любишь, ты хочешь донести свое мировоззрение другим людям, понять. Вот я сейчас покажу книгу. Эта книга называется «Ради жизни на земле». Это книга о наших воинах. Причем начинается она с писем детей, с благодарностью нашим воинам за их подвиг. Что сегодня творится на Западе? Ведь нас шельмуют. Из нас делают буквально тех негодяев, которые, значит, сравнивают с фашистами. То есть, чуть ли не мы развязали эту войну. Это ужасно. И сегодня из освободителя Европы, когда праздновали 70-летие, американцы выпустили медаль, на которой только три страны. Америка, Англия и Франция. Франция, которую захватили немцы там за несколько недель. Это ужас. Англия, которая, извините меня, остров. И я хочу сказать одно. Подвиг наших людей советских, а там были все и русские, и украинцы, и белорусы, и киргизы. Кого только не, были все советские люди. И никто не делился на национальности. Потому что была одна цель освободить Советский Союз от этих негодяев, которые пришли завоевывать нас. И здесь записки из плена, записки из контрационного лагеря о наших людях, о подвигах их, о тех военных операциях, которые здесь есть. В то время были секретные документы. Я работал с историко-архивными документами и получил разрешение на их публикацию. Но не все, вернее, не проходит даром. И вот мы поговорили уже о двух книгах. Книга, посвященная 75-летию Победы. Книга, своеобразный свой взгляд на историю, которую назвали «Сказание». И тут еще есть книги. Вот я вижу «Раздумья и прозрение. Связь времен». Вот расскажите, что это такое. Вот это действительно «Раздумья и прозрение». Эту книгу я писал больше 15 лет. Понемножку. Почему? Потому что обилие дат, которые чрезвычайно важно знать для истории своего Отечества. И вот эти раздумья об этих датах – это прозрение с тем, что связано со всеми этими временами и сегодняшним днем. Я думаю, что, ну, вот книга, не знаю, там есть, как говорится, разные ответы на... Вопросы, которые ставят история и жизнь. Но, на мой взгляд, эта книга как бы все-таки удалась, потому что в ней именно связь времен. И тот, кто ее будет читать, он многое поймет из исторических событий. А они буквально от Александра Невского идут. Но вы же должны понимать, что кто-то может не согласиться с вашим видением? Это... Или у кого-то... Подождите. ...может быть свои раздумья. Николай, вы абсолютно правы. И вы начинали свою, как говорится, вот мы с вами разговаривали, что у каждого свое мировоззрение. И это, слава Богу, но мировоззрение не должно мешать пониманию и исторических событий. То есть, есть вещи безусловные. Аксиомы? Нет. Аксиомы нет. Есть просто безусловные. Аксиома – это в геометрии, это в математике. А аксиомы в жизни не бывает. Но есть варианты возможности понять другого. Ведь, собственно говоря, наша жизнь – это в определенные компромиссы и в семье, и на работе, и в жизни. И с самим собой, кстати. И с самим собой компромисс найти надо. Но есть главное в человеке – стержень. Если есть этот стержень, и есть любовь к своей семье, близким, друзьям, кальмоматор, есть стержень – это отечество. отечество. И если ты любишь отечество, ты можешь горевать за ошибки, которые прошли. Но ты понимаешь глубину проблем. Есть еще другие книги. Я вот вижу интересное название. Тоже хотелось бы и поговорим. Небольшую паузу сделаем и вернемся в студию. У нас в гостях теперь скажу очень просто. Писатель Александр Воловьев. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». И у нас сегодня в гостях лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, вице-президент Российской Академии Естественных Наук и очень много еще всевозможных званий, регалий. Но, наверное, сегодня мы касаемся одного из главных, я так понимаю, к чему тоже лежит сердце, душа – это деятельность писателя. Вот я как раз про эту книгу хотел, потому что мы же не забываем, что вы являетесь доктором экономических наук. Ну вот, биржи и развитие товарных рынков. Основы биржевой деятельности и так далее. Ряд моих книг, которые я написал, но я хочу сказать так. Вот многие сейчас увлеклись биржевой игрой. Да, предлагают даже по телефону. Хотите поиграть? И по телефону, и с экрана в телевидении. А я преподаваю, я, значит, 22 года преподавал в Плехановской, раньше была академия, сейчас это университет имени Плеханова. Я там окончил аспирантуру, защитил кандидатскую, защитил докторскую диссертацию и преподавал там. Я начинаю свою лекцию со слов одного очень интересного американского писателя. Он сказал так. Если у вас нет денег, не играйте на бирже, а если они у вас есть, тем более. Это сказал Марк Твен. Да, да, да. Он очень серьезно проиграл на бирже огромные деньги, буквально разорился. значит, поэтому здесь нужно быть, в любом деле должен быть профессионал. Как говорят, не дай бог, если сапожник печет пироги, а если пирожник точает сапоги. Поэтому есть определенные вещи, которые человек должен знать до тонкости. И то может проиграть. Вообще экономика это сложнейший, будем говорить механизм сложнейшие элементы, которые создают механизм определенный. И в любом варианте все говорит из молекул, из атомов и так далее. И вот это когда ты прошел определенный курс, ты знаешь, понимаешь, и ты весь в этом да, я, например, не могу быть брокером. Почему? Ну, это колоссальное напряжение. Понимаете? То есть люди пытаются сразу быть брокером. Это неправильно. Я думаю так. Прежде это деньги. И деньги надо беречь. Почему же человечество, достигнув уже таких масштабов, до сих пор не может окончательно разделить доброе и злое? Почему борьба добра и зла продолжается и в экономике, и в жизни, и между людьми, и в истории? Почему? Вы знаете, я вернусь к Александру Невскому. Он в истории не совсем однозначен. Почему? Потому что наши псевдоисторики пытались всегда его обмазать грязью. придумывали только что, что это чуть ли не татарский Мурза, ставленник и так далее. Хотя он произошел от Рюриков и его отец Ярослав Мудрый, сын Мономаха, Владимира Мономаха. А сын, кстати говоря, Александра Невского, это первый мэр, так скажем, князь Москвы Даниил Московский, святой Даниил Московский. А его сын, внук Александра Невского, Иван Калита, собиратель земель русских. А его праправнук Дмитрий Донской освободил нас от татаро-монгольского ига. И история очень интересная. И когда человек погружается в ее изучение, по крайней мере, если не изучение, то хотя бы понимать, что такое история Отечества, он многое узнает, и для него многое откроется. И вот это вот добро и зло, оно, понимаете, всегда, к сожалению, присутствует. Борьба добра и зла. даже христианской религии, я надеюсь, вы православный человек, я православный человек, и, кстати говоря, секунду просто, минутку вернее отлечусь, я в 89-м году приехал в Таллинн, прилетел в Таллинн командировку, и была весна, март месяц, а я прилетел с севера, там минус 35, а здесь плюс 10. Травка уже, и, значит, я там выполнил свою работу, и утром, а я просыпаюсь очень рано, в 5.50 ежедневно, потому что, когда был рабочим, у нас был первый гудок в 5.50, потом 55, потом в 6 уже было три, не гудка, сирены, прям звали, да, которые, вот, я так уже привык, и везде так просыпаюсь. Так вот, я пошел посмотреть Таллин и шел в одну сторону, подымался на гору, шел, 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 минут 40 по Таллину, и солнце сияет, и вдруг колокола бьют, и женщины в платочках. Я спрашиваю, это православная церковь? Они говорят, да. Я зашел туда и говорю, а я на севере, в то время не было ни одной церкви, а я был некрещеный. Старший брат был крещен, не знаю, почему меня не окрестили, я знал, что я не крещен. Вот, и я зашел и говорю, знаете, я хочу окреститься. Говорит, вы знаете, не можем, потому что человек 150 будет крещение общее, и будет сам епископ крестить. Я говорю, ну что, вы, я понимаю, мальчик 14 лет пришел, вы ему сказали, ты прийди в следующий раз, я не живу в Таллине, я здесь в командировке, что вы выгоните коммуниста, заместителя министра СССР. Нет, 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 меня записали, и, значит, я попал на крещение. Вот вышел епископ, белый, вот это вот, и начал, как-то вот так вот сразу на меня бросил, как говорится, взгляд, да, а когда крестят многих, то просто отрезают волосы и бросают в святую воду. И вот он взял у служки волосы и мне лично обрезал волосы одному и бросил их в воду. Я вышел оттуда, открываю, а это храм святого благоверного князя Александра Невского. Я даже не знал, в какой, вы понимаете, а в 90-м или в 91-м году, сейчас не помню, это стал Алексей Второй. И он меня с тех пор называл это мой крестник. И мы с ним были в самых добрых отношениях, он поддержал мои все, как говорится, и литературные дела и так далее. Уникальной доброту был человек, настоящий святой, знаете. Вот, и я возвращаюсь к Писанию. Ведь как раз везде борьба добра и зла. Но зло не должно победить. Вот самое главное. И нас, и что такое Бог? Бог – это любовь. Бог – это доброта. И мы с вами должны понимать, вот, что такое сегодня не просто христиане, а православие. это уникальная, повторяю, уникальная вера, которая по-настоящему духовно и дает возможность человеку понять самого себя и объединяет нас. И ведь в чем заслуга колоссальная Александра Невского? К нему шли разные представители. Папа римский его склонял к католичеству. Его склоняли к мусульманству. Но он же выбрал православие. Он был крещен. Да, вот видите, и получилось так, что когда-то фактически он вас выбрал. Вот мы начинали нашу программу сегодня с книги и все сложилось. Александр Михайлович, дело идет к финалу, но вот я хочу еще здесь у нас есть и книга вашего отца, то есть это все можно найти, а здесь есть еще книга брата, но есть еще вот такая книга, называется очень просто слово о воловике. Расскажите, что это такое? Вы знаете, мои друзья мне сделали подарок на 75-летие. А вас здесь можно прочесть что, кто, фотографии, да? Да. вот огромная такая история в общем-то одного человека, за которым стоит очень много дел. И завершая нашу программу вот в писательском, так сказать, секторе вашей жизни, как вы считаете, какая главная задача человека, который пишет то, что потом может прочесть любой человек? Какая глава? Писать правду. Но это же правду жизни. Это сложно. Вот и ничего другого. Вот сегодня я был на проводах Владимира Меньшова. Я не скажу, что мы были друзьями, мы были знакомы. Это был прекрасный человек. Я бы сказал так, это был честный и порядочный человек. Он не боялся никого. И здесь есть один момент, я это взял от отца, ему было все равно, кто уборщица, генеральный директор или министр. он говорил то, что надо. И я воспитан точно так же. И поэтому в моих книгах я говорю правду. Это самое главное. И жизнь строителя, а понимаете, я построил не десятки, сотни объектов, и трубопроводы, и аэропорты, трудно перечислить. Тем более на севере 20 лет это за полярным кругом. Это Надым, Уренгой, Ямбург, Харасовей, я думаю, что и Норильск. Я думаю, что главное, что человек, когда прошел через те трудности, тернии жизни, он понимает, что ложь страшная вещь, только правда дает право и на жизнь, и на то, что ты хочешь людям рассказать. Так считает президент благотворительного фонда ордена святого Александра Невского за труды отечества, вице-президент Российской Академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, Александр Михайлович Воловик, книги которого вы можете найти, прочитать, можете стать постоянным читателем журнала, который тоже выпускается под вашим руководством честь Отечества, ну а вам новых произведений, новых прозрений, кстати, потому что много еще есть таких темных пятен в истории, которые хотелось бы, конечно же, по-своему как-то понять. Спасибо вам большое за участие, и с наградой вас. Я еще раз хочу поблагодарить наших зрителей, участников этой программы за то, что они нас слушали, видели, и пожелать им здоровья, счастья, радости жизни, чтобы у них все было хорошо. Ну а вас еще раз награды такой замечательной. Видите, Александр Невский вам где-то с нами здесь. Это была программа «Открытый диалог». В гостях у нас был Александр Михайлович Воловик. Еще раз повторюсь, что книги его можно найти, почитать самые разные направления, как экономические, так и исторические. Ну а вел программу Николай Пивненко. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин